Всем привет! Обзор планшета Samsung Galaxy S9 FE. Это Wi-Fi версия на 6 гигабайт оперативки и 128 гигабайт встроенной памяти. То есть самая такая базовая, бюджетная версия данного планшета. Вот также видим, что планшет будет в такой тоненькой коробочке. То есть понимаем, что тут не будет блока для зарядки в комплектации. Вот впервые я такое вижу у планшетов. То есть, я так понимаю, наверное, у iPad'ов это уже давно есть, но у Samsung'овских я впервые такое вижу. Так, смотрим на комплектацию. В голубом цвете планшет. Так вот выглядит. И в комплектации мы получим стилус. Тут у нас кабель Type-C на Type-C. Так, и тут документация и скрепка для слота. Хорошо. Дальше закрываем. Кстати, интересно, что тут за слот. Есть ли тут слот для microSD карточки. Вот слот. Давайте его сразу откроем. Я так поймаю, он только для microSD и... И все. Да, только для microSD-шки. И для сим-карты запаян слот. Хорошо. Слева у нас динамик. Справа второй динамик Type-C порт. Сверху кнопка включения-выключения кнопки львыжовки громкости. Снизу коннекторы для док-станции. Порта для наушников у нас нет. Разблокируем. Экран 10,9 дюйма. То есть почти 11 дюймов. Full HD+, 2300 на 1440 точек. Перейдем в настройки. Дисплей, яркость делаем максимальной. Плавность движений 90 Гц максимальная. Хорошо. Еще раз в настройки. Средние о планшете. Средние об One UI 5.1.1. 13-ый Android. Хорошо. И переходим в санкдийские тесты. Geekbench 6. Процессор Exynos 1380. Это такой же, как на Samsung Galaxy A54. Видео с критерами G68. Смотрим результаты. Одноядерный, мультиядерный тест. Мультиядерный тест. Мы набираем 2800. И вот так вот соотносимся с другими устройствами. И видео с критерами 3000. Набираем. А53 набирает 2200. Странно, что тут нет А54. Так, хорошо. В этом тесте. Antutu Benchmark 618 тысяч. Рейтинг. Теперь делаем тестный дитач. Рейтинг грузится. Здесь их касание четко поддерживает. Рейтинг подгружаться не хочет. Хорошо. Откроем пока GTA San Andreas. Посмотрим, как работает. Запускаем. Надо уб LDX. Попомikalем. Рейтинг. Продолжение следует... Ну вот, отлично все работает, ок, закрываем, переходим к, так, так и не подгрузился, да, рейтинг, да, не подгрузился, хорошо, закрываем, давайте послушаем динамики, тут стереодинамики, сейчас оценим их качество, хорошо звучат, уже слышу, ну, на планшетах часто очень хорошо звучат динамики, особенно на таких, да, более-менее дорогих, они звучат как такая колоночка неплохая. Очень качественный звук, и громкий, и качественный, насыщенный, классный звук, вот, тут показатель отличный. Ну, по камере, то есть у нас тут минимальная функциональность, камера часто у планшетов, она не особо функциональная, ну, вот тут дополнительная функция, так как бы, ну, базовый набор есть функциональности камеры, камера тут такая стандартная, достаточно, 12 мегапикселей, фронталка и 8 мегапикселей основная, это даже больше упор сделан на фронтальную камеру. В общем, неплохой планшетник, вот, минусы это то, что, да, его стоимость, как и, в принципе, вся, да, самсунговская техника, она качественная, хорошая, с хорошей прошивкой качественно работает, но переплата, да, небольшая за бренд присутствует, вот, из минусов это именно дороговизна и функционал, да, этой версии, то есть мы не имеем возможности подключения к LTE, даже у такого дорогого планшета всего лишь 6 гигабайт оперативки, 128 гигабайт встроенной памяти и нет LTE-версии, то есть даже у самой базовой, достаточно дорогой версии этого планшета такого нет. В общем, хороший планшет, но цена и, вот, высокая цена за его такую самую-самую базовую версию. На этом все, спасибо за просмотр, пока!